Ингушетия сегодня представляет собой перспективный регион страны со стремительно растущим потребительским рынком. Инвестиционная привлекательность республики значительно выросла за последние годы. Так, субъект улучшил свои показатели по привлечению инвестиций на 24 пункта. Этот результат отметил президент страны на Петербургском международном экономическом форуме. Данные по инвестиционной привлекательности региона по итогам 2021 года были предоставлены на основании исследования агентства стратегических инициатив. Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом. Это Курганская область, рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский край, рост на 26 позиций, Ингушетия на 24 позиций и Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций. Я хочу поблагодарить и поздравить наших коллег в регионах за эту работу. Национальный рейтинг состояние инвестиционного климата оценивает условия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Методология рейтинга включает в себя 67 показателей по четырем направлениям. Регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Ингушетия по итогам 2021 включена в 20 группу. И это не оценка чиновников, а самих бизнесменов по результатам опроса экспертной команды. По мнению предпринимателей, у нас улучшилась ситуация по регистрации прав собственности, например, по выдаче лицензии. Хорошо работала кадастровая палата, то есть предприниматели отметили, что гораздо быстрее стали документы обрабатываться и выдаваться в ней. Улучшилась скорость подключения к газопроводам, сетям водоснабжения и водоотведения. Некоторые предприниматели отмечают улучшение ситуации с выдачей разрешения на строительство. Легализация идет хорошими темпами, это говорит о том, что люди доверяют, выходят из тени, покупают необходимые патенты и начинают законную деятельность. Достигнуть таких результатов удалось благодаря командной работе руководства региона и правительства. Олег Фурсов подчеркнул, что основную роль в этом достижении сыграли старания главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и премьера Владимира Сластенина. Улучшения позиций региона в национальном рейтинге сформировались из-за высокой оценки бизнес-сообществом деятельности органов власти. Впервые республика Ингушетия вошла в этот рейтинг в 2015 году. Мы тогда занимали 74 место. В 2019 году мы уже занимали 62 место, а вот с 2020 года все места были преобразованы в группы. Таких групп стало 34. И по итогам 2021 года мы попали в 20 группу, то есть практически посередине. Это действительно хороший результат, потому что до этого мы оказывались в хвосте рейтинга. И он говорит о том, что инвестиционный климат в республике улучшился. Что значит улучшился инвестиционный климат? Это значит, что проще бизнесменам стало открывать свое собственное дело. Сократились периоды, связанные с выдачей разрешения на строительство, например, с выдачей лицензии или с подключением к каким-то сетям. Глава республики Ингушетия Махмуд Алимкшарипович Калиматович очень жестко относится к антикоррупционной повестке. Он не принимает никакого административного давления на бизнес. Он четко стоит на защите прав простых людей, трудовых прав особенно, и требует легализации бизнеса. Кроме того, улучшение показателей рейтинга состояния инвестиционного климата в Ингушетии наблюдается по эффективности Института оценки регулирующего воздействия, работе специализированной региональной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, эффективность работы регионального совета по улучшению инвест-климата в регионе, качеству специализированных интернет-порталов об инвестиционной деятельности в Ингушетии, удовлетворенностью процедурой постановки на кадастровый учет, удовлетворенностью субъектов малого предпринимательства, доступностью кредитных ресурсов. Представители Минека региона отметили, что прежде всего на высокие показатели влияет правильная работа с людьми. «Правило, когда власть слышит бизнес, а бизнес доверяет власти, вот на этом мы сработали, потому что рейтинг оценивается не по показателям, которые мы подаем. У нас в республике рассматривали около 400 респондентов каждой отрасли и в сельском хозяйстве, и в строительстве, и промышленные наши предприятия, причем конкретные показатели, то есть нами проводилась работа именно с нашими подведами, с муниципальными образованиями. Мы в каждом муниципальном образовании организовали институт инвестиционных уполномоченных, мы с ними постоянно взаимодействуем, собираем информацию по любой активности, касаемо и инвестиционной деятельности, и бизнеса. Также мы большую работу провели с институтами развития и общественными организациями». Интерес инвесторов к экономике Ингушетии в последние годы начал активно расти, а после Петербургского форума предложений от инвесторов в правительстве уверенно и станет больше. Это дополнительные рабочие места и налоговые отчисления, которые пополнит республиканский бюджет. Помимо богатой минерально-сырьевой базы, хороших климатических условий, выгодного географического положения в республике сформирован благоприятный инвестиционный климат для бизнеса. «Я должен отметить, что с приходом главы к руководству республики у нас возобновились такие институты, например, как трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям. В эту комиссию входят профсоюзы, входит предпринимательское сообщество, и они имеют возможность на любом заседании поднимать вопросы, волнующие как предпринимателей, так и профсоюзов. Это очень важный инструмент, который увеличивает доверие или усиливает доверие между властью и обществом и позволяет наболевшие вопросы обсуждать и каким-то образом их регулировать. Такие образования, как Союз промышленников-предпринимателей, Торгово-промышленная палата, усилили работу по консолидации предпринимательского сообщества в интересах развития ингушетии. Мы тоже это отмечаем, и та работа, которую они проводят, также ложится во благо республики, во благо инвестиционного рейтинга. Профсоюзы усилили работу в части заключения коллективных договоров. Этот документ впрямую влияет на качество жизни трудящихся и гарантирует соблюдение их социальных трудовых прав. Не только мы видим изменения в инвестиционном климате, в экономической политике республики, но и сами люди это видят. Они верят той политике, доверяют той политике, которую проводит глава. Но я должен в целом сказать, что в ингушетии очень хорошие люди. Мне, например, здесь комфортно работать, поскольку я вижу понимание, вижу желание людей изменять жизнь к лучшему. И самое главное, мы все вместе понимаем, что нужно делать для того, чтобы ингушетия расцветала и дальше. И команда, вся наша команда, она направлена на то, чтобы вот эти перспективы, они были осуществлены, были реализованы. В республике функционирует механизм сопровождения инвестиционных проектов в режиме единого окна. И сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая повышение инвестиционной привлекательности и улучшение промышленного потенциала региона. Полный комплекс мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этого созданы региональные институты развития, в частности, корпорация развития региона, фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции бизнес-инкубаторы. В настоящее время в инвестиционный портфель ингушетии входит более 40 проектов. Наконец, мы меняем законодательство. Мы сейчас вышли с инициативой, которая поддержана предпринимательским сообществом, поддержана Минфином, поддержана институтами развития. Она связана с тем, что упрощенная система налогообложения 6% будет в республике уменьшена до 2%. Мы считаем, что это приведет к легализации очень серьезной, к увеличению поступления доходов в республиканский бюджет, ну и к снижению той, может быть, ненормативной административной нагрузки, которая существует еще кое-где. Мы считаем, что вот такое решение позволит нам избавиться от нее. Министерство экономического развития по поручению главы региона с 21-го года проводило работу по переходу экономики на кластерное развитие. Создавались кооперационные цепочки, распределили производителей по группам, решали вопрос по продовольственной безопасности и экономической независимости региона. То есть, по принципу, что производится в регионе, должно продаваться в нем же. Сходя из этого, мы создали кластер алюминиевой промышленности, в который на региональном уровне входят около 10 участников. И на сегодняшний день данный кластер способен обеспечить потребности и Юга России, и СКФО. И в этом направлении также идет работа по созданию агропромышленного кластера на базе трех-четырех предприятий. Это завод «Птицкомплекс Южный», который по госпрограмме запустился в первую очередь. Потом сами наши большие системные предприятия «Сад Гигант», агрокомплекс «Унжа». Мы сейчас этой работой занимаемся. Мы также создали креативный кластер. Глава Ингушетии перед региональным правительством ставит задачу в следующем году выйти в тридцатку лучших субъектов по стране. В ближайшее время в правительстве намерено провести совещание с органами исполнительной власти, чтобы выработать дополнительные меры для снижения нагрузки с предпринимателей. Также Махмуд Али Калематов поручил провести ревизию предприятий, которые были прежде переданы в аренду на длительный срок, чтобы активно вовлечь их в хозяйственный оборот. Власти намерены также реанимировать простаивающие предприятия. Диана Дударова, Магомед Доскиев, Новости 24.